Всем привет! Сегодня у нас видос такой межэтапный про дизмораль, про мотивацию, про то, почему домашки не прут, почему музло не прет. Ну вообще в целом, типа, такой душевный разговорчик у нас будет. Не будет никаких флочек и так далее, это не важно. Сегодня это не важно. Сегодня мы говорим про более важные вещи, благодаря которым вы можете забуститься. Значит, были многих вопросы по поводу того, как замотивироваться. Нужно понимать, зачем вы пишете музыку. Первоначальный вопрос, не знаю, всегда его нужно перед собой задавать, чтобы не сбиться тупо с пути. То есть, вот ты пишешь музыку, да, и попробуй задать себе вопрос, а что я хочу, что я хочу донести. Казалось бы, какая тут вообще разница, я хочу просто сделать битоз, да, ну либо там просто третчик атмосферный сделать. Не знаю, как это работает, я уверен, что есть какая-то метафизика, и здесь сухой подход, ну тупо не работает. Как бы ты ни крути, сухой подход, он, конечно, есть, да, безусловно, но нужно понять именно какой-то, ну не духовный смысл, конечно, да, хотя тоже отчасти, но какой-то идейный все равно, то есть, допустим, есть же вайбовые треки, да, сделанные там за 3 секунды, ну, грубо говоря, такие качающие, думаешь, о, весело, ты слушаешь, тебе реально весело становится, не сведено ни хрена, ничего не сделано особо, просто по фану накинуто, и классно звучит. Ровно такая же идея со всем остальным, типа, атмосферным треком, когда ты слушаешь, думаешь, о, как же мне хочется позалипать, там, минут 10, я хрен знает, или там, или всплакнуть аж хочется, бывает слезка. Это не получится сделать просто искусственно, вот, то есть, допустим, вот сейчас это хочу я, да, например, что-нибудь грустное, но у меня настроение сейчас, ну, такое более приподнятое в данный момент. Как бы я ни старался бы, не получится, скорее всего, такое сделать, то есть, мне нужно искусственно загонять себя вот в это ощущение, вот. Слушая домашки, я понял, что некоторые делают на, как сказать, на отвали, что ли, больше, не говорю, что все, но часть людей есть такая. С одной стороны, я понимаю, что, типа, домашка, все дела, и нужно делать, и, как бы, через себя переступаете, но все равно ищите в себе какую-то искорку, потому что, ну, это будет вас самих же мотивировать, то есть, это самая мотивация получается, когда у тебя что-то идет от себя, неважно, там, бетос, ты можешь просто сэмпл один писать, там, час, например, я вот могу себе синт крутить там, да, сделать атмосфернейший саунд, который будет мне нравиться, который я никогда не выпущу трек, никогда не выпущу инструментал этот, он будет чисто для себя, который я могу переслушать, там, через полгода и сказать, типа, ммм, это вот такие эмоции у меня были, там, или вот такие вот моменты я вспоминаю в своей жизни, и это очень классно. Не знаю, вот сейчас, в данный момент, что меня мотивирует, чтобы просто, да, вот на примере показать каком-то. В принципе, все в целом в жизни хорошо, ну, лично у меня, и я понимаю, что все не так уж хорошо и радушно у моих окружающих людей, и в моих силах, как-то на это повлиять, как-то их поддержать своей музыкой, там, своим умением что-то делать, чтобы люди такие, о, типа, я нашел себя в чем-то, да, в музыке, например, это же охрененно, когда человек может выдать свои эмоции через творчество. Типа, вот как я пришел в музыку, да, аж как-то это, такое интересное ощущение внутреннее сейчас. Было грустно мне, очень сильно грустно, и я понял, что через музыку я могу как-то себя, чтобы мне было легче, короче, вот. Вот, я уверен, я уверен, многие в музыку приходят от какого-либо, не психологического расстройства, да, но от какой-то эмоции, которая у вас сильная, либо вот была у вас сильная, и у вас остался отпечаток, и этот отпечаток нужно как-то выразить. У всех по-разному это происходит, не обязательно должно быть там что-то связанное с музыкой, у кого-то художка, у кого-то вообще математика, хрен знает, но так или иначе. И я понимал, что когда я пишу музыку, мне становится легче, и я понял, что опа, вот это чит-код, то есть когда я пишу музыку, да, в любом жанре, я могу себя и поднять настроение, так и убить его. Я понимаю, что когда я послушаю какой-нибудь грустный трек, я тоже войду вот в эту атмосферу, и это заставляет меня думать о том, что каждая твоя эмоция, она каким-то образом передаётся в музыку. Особенно если ты играешь на живых инструментах, там на гитаре, на пианино и так далее. Это очень круто передаётся. Дизморали бывает какая? Есть такая идея, что когда ты пишешь трек, ты думаешь, ой, я сейчас придумал такое офигенное, но что-то не заходит, что-то не пишется, и дизморали возникает. Я такой же, как и вы, и у меня, ну не каждый второй трек, да, но частенько бывает, что я пишу трек, думаю, блин, ну как же всё тут неуместно, типа, блин, и эмоции уже куда-то пропало, и ты думаешь, ой, дизморали, всё грустно становится. Я в этот момент стараюсь как-то себя, ну не закапывать, понятное дело, да, и иногда мне кажется, что, блин, ну я же там типа видосы делаю, я же там столько музыки написал, и почему у меня сейчас не получается. И есть ощущение, что я типа опять дробнулся до нулевого уровня, и я такой думаю, мне самому нужен какой-то курс нулевой проходить. Но главное здесь не закопаться, потому что это нормально, это со всеми происходит, и со скилловыми ребятами происходит, со всеми. А если вы научёк, то тем более. Не нужно изморалиться, просто я не показываю неудачные какие-то, да, моменты, потому что смысл, это будет не так интересно. И некоторые видосы по этой теме же тоже не выходят. Все мы люди, и я такой же человек, не нужно думать, что я какой-то там сенсей, учитель там жёсткий и так далее. Я просто чему-то научился больше, чем другие люди, но не сильно. Я здесь тоже в процессе, я тоже что-то изучаю, я тоже пробую, я тоже смотрю, как крутить 8-8 с киком нормальным, чтобы звучало. Я до сих пор в этом же процессе. И это очень важно, то есть это мотивирует меня не останавливаться. То есть я чувствую, что, блин, ну я же могу что-то новое прикольное понять, быстренько как-то это потренить и людям рассказать, например, да, и это забустит их. Опять же, возникает вот эта вот идея, что не делать что-то просто пусто как-то, я не знаю. Ну, когда я делаю музыку, мне, понятно, делать какие-то эмоции возникают, да, я могу себе сбросить груз каких-то негативных эмоций, которые накапливаются за какое-то время. Всегда они есть в любом случае, просто другой вопрос, как ты их сбавляешь. То есть я максимально стараюсь негативить на других людей, ну и таким вообще не занимаюсь, это деструктив лютый. Я стараюсь это перебороть себе и перенаправлять с помощью музыки, с помощью там каких-то идей, что типа, блин, сейчас не получилось, ну ладно, окей, типа я отвлекусь там, послушаю другую музычку, если мы говорим про написание, и такой типа, о, прикольный синт, попробуй покрутить, просто посидеть. И, знаете, не надо ставить себе задачу, типа, если не напишу бит, я не выйду сейчас, типа. Это, конечно, интересно, классно, да, может тебя это запустить, но частенько это связано с психологическим таким нервяком, что типа, блин, не получается, блин, не получается, все, дизмораль, агрессив, мод включается, такой, эээ, типа, кого хрена. Ну вот, к чему я вообще все? Нужно понять, что вы хотите. Музыка как хобби тоже классно, не нужно ставить себе какие-то гиперзадачи, просто пишите, чтобы вы как-то могли релаксовать, когда вы пишете. Не нужно там спидранить, если вы, ну, не можете, у вас такой склад ума, я понимаю прекрасно, что не у всех получается спидранить, и не нужно всем спидранить, это подходит некоторым людям, но не всем. Вот. Другое дело, что чем больше практики, тем лучше, конечно. И плохая практика это тоже практика, то есть если что-то не получилось, ничего страшного. У вас не получилось, но зато вы попробовали одну попытку, в следующий раз еще попробуйте, в следующий раз еще раз попробуйте, и рано или поздно у вас начнет получаться. Когда первый разец только начинал, у меня первые 100 битов, там, что-то первые 100 треков, ну, это был трэш лютый, делать и так далее. И я не изморалился по этому поводу. Я понимал, что так, ну, хрена получилось, но ничего, я понял, что вот тут, например, Я закосячил, попробую по-другому, например, сделать. И это тебя не останавливает в любом случае. То есть здесь как бы я тоже был таким депрессивным пацаном, который, типа, постоянно грустил и нервничал по каждому поводу. Ну, я понял, что это тупо, это ни к чему не приведет в любом случае. И я понимал, что, блин, надо уже что-то делать. Надо взять на себя ответственность, что да, у меня не получается. Да, я, типа, лох. Ну, принять этот факт, что, типа, ты еще что-то не умеешь. И вот в этот момент, это очень важный момент, ребята, вот сейчас внимательно слушайтесь. Если ты хреново пишешь, не надо себе врать, что ты просто, типа, там, не знаю, типа, не мой день и так далее. Нужно признать, что да, я не умею. Типа, да, вот я еще пока не научился, но я смогу это сделать. И любой сможет, абсолютно. Главное признать этот факт, что мне нужна практика. Ни у кого с первого раза не получалось. Я вам говорю, ни у кого. Просто тут нужно тренить. И рано или поздно у вас получится, сто процентов. Я вам гарантирую. Я вот, у меня ни родители, ни музыканты. Я не учился в музыкальной школе. Моя музыка, ну, то есть, моя жизнь с музыкой была связана только на 12-13 лет. Это довольно-таки поздно, если мы говорим о хорошем профессиональном обучении и так далее. И я родился в Ачинске, где вообще всем похрен на музыку. И все говорят, что, типа, у тебя ни хрена не получится. И все говорят, что это тупо хобби, ты никогда этим не заработаешь. Ну и так далее, короче. Это дизмораль, это в любом случае. Но я не знаю, почему, как. Но меня это не останавливало. Слава богу, что я не остановился, реально. Слава богу, что я хреначил дальше. Реально. Вот я вспоминаю себя, а то всюду была дизмораль. Никаких там средств не было. Родители абсолютно небогатые. И круто, что сейчас я там могу им помогать как-то. Типа, музыкой. И, типа, мама говорит, что, о, там все классно. И это очень круто, когда... Но мама все равно мне верила. И важно понимать, что в глубине души каждый человек тебе верит. Просто, если у тебя хоть какие-то первые успехи появляются, они в тебя понимают, что, о, ты молодец. И, типа, доказать родным, там, близким, что ты что-то сможешь. Но это была для меня такая лютая мотивация. И она до сих пор остается для меня. Типа, там, помочь бабушке с дедушкой. Вот это, нахрен, мотивация, типа. Эмоций просто много. Короче, есть более важные вещи в жизни. Не вещи, а люди, там, какие-то внутренние ценности, моральные, там. И важно их слушаться всегда. Все, что мы делаем, вот эти все деятельности творческие, это лишь наше, как бы, стремление что-то показать миру, что мы есть и так далее. И важно не забывать о человеческих ценностях. Это самое главное. Если вы будете всегда об этом помнить, двигаться об этом пути, не сбавляя темп, я вам гарантирую, что у вас все получится. Если у меня получилось, которое туго-лобый, я только через пять лет, ребята, я вам напоминаю, я пять лет хреначил, каждый день музыку, и только через пять лет у меня хоть что-то начало получаться. Пять лет. Если вы думаете, что за месяц задолго учиться, ну, тогда я не знаю. Меня это не останавливало в любом случае. Почему меня не останавливало? Потому что я понимал, что музыка со мной будет всегда. Я бы слушал музыку каждый день, по многу часов, постоянно, на улице, в метро, дома, в автобусе, где угодно. Всю же ночь слушаю музыку. Засыпаю, бывает, слушаю музыку. Это мой как собеседник, как друг такой. Вот. Это уже не мотивация, это просто такая, как сказать, твой способ общения, что ли, твой язык. А музыка очень универсальный язык, со всеми людьми он одинаков. И в музыке очень много разных правил, которые совпадают со всеми точными науками, с математикой, физикой. А я это знаю, потому что я учился на физика, в универе. Ну, не доучился, конечно, но неважно. И мне всегда было интересно изучать мир. И музыка очень хорошо его изучает и показывает с помощью этих частот и так далее, как все взаимосвязано. И многие законы физики тоже. Ну, короче, не знаю. Это и физическое явление, и какое-то более тонкое, и психологическое явление, как музыка влияет на эмоции. Что-то более тонкое, когда ты слушаешь музыку, тебя вообще куда-то в космос уносит. Это удивительно, насколько музыка может... Все, опять эмоции нахлынили. Короче, я не знаю. Не вижу другого смысла, как не любить музыку. Ну, то есть она везде. Она всегда с тобой. Она может тебя и возвысить, какие-то новые эмоции подарить. И она всегда удивляет. Ее столько много разной. И ты понимаешь, что делали ее люди, что это не какая-то там... Вдруг машина ее написала. И что ты можешь пообщаться с этими людьми, которые ее пишут. Это вообще удивительно. Вообще удивительно. Когда ты можешь поговорить с человеком, который что-то сделал. А у вас возможностей этих много. У вас там 500 человек нахрен в конфе. Плюс еще автопы есть. У вас есть возможность общаться с большим количеством людей, которые создают музыку. У меня такой возможности не было много лет. Благодаря интернету, благодаря вот таким общим курсам, которые я веду, я хочу, чтобы вы сплочились с друг другом. И чтобы вы двигались вместе, чтобы вы поддерживали друг друга и так далее. Короче, для меня это очень важно. Не знаю. Иначе бы я этим не занимался бы. Ладно, вот такой видос. Не знаю, полезным вам или нет. У меня уже три раза чуть слезки не были. Не знаю, что-то так прям сегодня. Такое настроение. Надеюсь, у вас появились мысли. Это самое важное, что я хотел бы сказать вообще всем этим курсам. Что есть что-то важнее, кроме того, как написать, заспотранить музыку. В ней есть что-то глубокое, если вслушаться, вникнуть. Без какой-то там сухой логики, а просто думать чувствами, какими-то тонкими ощущениями. Они в любом случае есть у каждого. Просто мы либо можем их услышать, либо мы их специально ограничим, ожидаем от себя. А, еще также хотел сказать, что если вы пишете музыку, в любом случае нужно развивать чувство вкуса. Смотрите фильмы, анализируйте фильмы, смотрите картины, слушайте там, не знаю, другую музыку классическую, там, например, дабстеп слушайте, слушайте нойз какой-нибудь, неважно. Развивайтесь культурно как-то, культурно свой как-то мир видите по-разному, там, не знаю, обращайте внимание в целом на природу, то есть важно понимать, что когда вы пишете музыку, вы показываете себя через нее. И чем вы разностороннее, интереснее и более такой глубокий человек, тем лучше она у вас будет получаться, тем интереснее она у вас будет получаться, тем лучше вы сможете чувствовать и понимать, что где вы накосячили, а где нет. На своем примере я это прям очень остро ощущаю. Если бы я бы занимался какими-нибудь дикими вещами, да, там, типа был бы не трест, там, постоянно, типа, бухал и так далее, я понимаю, что, ну, это была бы полная чушь, я бы вообще деградовал бы жестко. Поэтому максимально советую вам быть в трезвом состоянии, в любом смысле этого слова, чувствовать какие-то такие более тонкие ощущения, быть уважительными с другими людьми, не забывать о моральных ценностях и так далее. Не знаю, это, блин, очень важно, и хрен его знает, как можно это не замечать, но из этого и строится сам человек. Ладно, 17 минут уже видос. Всем благодарю и желаю, чтобы вы прочувствовали нахрен мои слова. Если не дошло, что-то попробуйте пересмотреть, я не знаю, это вот самая суть, что я бы, я хотел бы донести с помощью курса, что музыка музыкой, но думайте о том, что вы хотите донести. Если у вас будет идея, что вы хотите донести, все остальное будет гораздо легче идти. Такого-то вот. Ладно, благодарю. Хреначьте. И подумайте о том, что для вас самое важное в музыке. Не думайте о технических каких-то сухих моментах. Думайте больше о сути. Вот. Благодарю.